Здравствуйте! Мы студенты из России, страны, которая занимает огромную территорию, страны, в которой сибирские холлы соседствуют с чистым уральским горным воздухом, алтайскими степями и сочинским жарким солнцем. Наша страна объединяет в себе так много народностей, этносов и наций, что вы будете показать что-то одно, мы не смогли. И поэтому мы решили познакомить вас с Россией с точки зрения истории. Сейчас вам будут представлены четыре эпохи, по которым вы сможете понять, как ими наменялись внешний вид, вкус и интерес молодежи России с древних времен вплоть до наших дней. А начнем мы с периода Древней Руси. В это время вся культура и, следовательно, образ жизни молодых людей были неразвырно связаны с религиями, христианством. Молодые девушки водили карагоды, рукодельничали дни и ночи напролет, ведь в свое приданное на свадьбу они должны были шить в саду. Девушка считалась готовой кладкой, как бы дошивала свой последний платочек. Летом девушки любили собираться вместе и водить карагоды вокруг самого любимого дерева свадьбы – березы. Парни же в свое лочь проводили свое свободное время, участвовав в кулачных боях. На протяжении всей истории славяне вели постоянные войны. И воинские упражнения и игры сделали неотъемлемой частью древнеславянской культуры, прочь не войдя от быт и отразившись в ритуционных потерях. Юноши славились небывалой силой, умелой смекалкой и добротой души. А сейчас мы покажем вам, как именно знакомились молодые люди в то время, ведь культура взаимоотношений всегда являлась неотъемлемой частью жизни человека. А в период восемнадцатого века знакомились с более долгим и сложным, требующим звонок, трудностей, изобретательностью и терпением способов. Например, посвящая своей возлюбленной стихи или роман, договариваясь о собрании встречи, ну или во время мамы. Уже к семнадцати годах каждый представитель современной молодежи того времени знал, как минимум, три языка, обязательные из которых были немецкий и французский. Читали много книг, писали романы и стихи, велесвенскую и насыщенную на развлечения путешествия жизни. Петровские реформы несли изменения в форму досуговой деятельности высшего российского сословия, дворянства, изменив его на европейскую модель поведения. Субботника она достигла во времена правления Екатерины Второй. Балы, торжественные вечера, маскарады, званые уши и фейерверки. Неотъемлемой частью этой ассамблеи служили характерная музыка и великолепные танцы. Балы с пышностью и роскошью, излюбленная забава знател, включая сами операторы и операторы. Все же пункты и танцы были гораздо шире в простом развлечении. Это был способ решения самых разных проектов. А тем временем мы переходим к следующей эпохе. Эпохе СССР. Она характеризуется одним из самых мощных и действенных способов объединения молодежи. Пионерство. Каждый школьник, каждый подросток мечтал о заветном галстучке в отчетном значке «Пионера на грудь». Марши, походы, спортивные соревнования, летние лагеря, коллективность и патриотизм. Все это проникло. Каждый мог реализовать себя в той степени, в которой мечтал. Каждый имел возможность вравне со всеми добиться своей цели, став при этом примером для других. Каждый верил в счастливое, целистическое будущее и был влюблен в космос. Каждый гордился своей страной на Олимпиаде в Москве. И каждый плакал, когда улетал олимпийский мишка. Все народы жили дружно. Постарались побольше встать о культуре друг друга. Все это про молодежь СССР. Молодежь, которая останется в мировой истории единственной и неповторенной. КОНЕЦ 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 А нынешняя молодежь не была бы настолько современной, если бы у нас не было того, чтобы отвечал нас от предыдущих поколений. Итак, внимание, селфи! Всем спасибо за внимание! Аплодисменты! Аплодисменты!